И зачем нам вообще нужно изучать фэн-шуй иньских домов? То есть это такая стрёмная, ужасающая тематика, относительно которой люди бегут как от огня. По этому поводу могу сказать несколько вещей. Во-первых, как сказал один известный Лама, ту вещь, которую мы боимся больше всего и называем трупом, находится всегда с нами. Поэтому нам не избежать иньского жилища. И каждый день жизни приближает нас к нашему собственному иньскому жилищу. Думаем это, не думаем, факт медицинский, этого нельзя избежать. Во-вторых, если вы серьезно изучаете фэн-шуй для себя или в качестве практики для клиентов, рано или поздно вы вынуждены будете столкнуться с этой тематикой по различным причинам. Одна из этих причин – это корни фэн-шуй, это бэкграунд, это азы и фундамент. Это фундамент, на котором строится вся понятийная система фэн-шуй. Если мы не понимаем фэн-шуй и иньских жилищ, наша практика для янских жилищ довольно слабая. Вторая причина, почему нам хорошо это изучать, мы можем использовать это напрямую. То есть мы можем напрямую применять это для наших клиентов, но не для тех, которые приставились, а не мертвые. Я имею в виду для предков наших живых клиентов, для того, чтобы менять их жизни. Из моих кейсов применения иньского фэн-шуй, когда, например, два брата были одиноки, в 45 или 47 лет ни одного, ни второго не было семьи, и мы меняли могилу, я дал рекомендацию по поводу могилы их. Кого-то из близких, я не помню, это было несколько лет назад, по поводу могилы отца, по-моему. И в течение года они оба создали семьи. То есть есть довольно много кейсов у моих учеников или у моих коллег, когда выкорчевывали дерево рядом с могилой, онкология проходила сама собой, или что-то делали с могильным камнем, происходило какое-то исцеление. То есть я вообще призываю смотреть на могилы как на малые архитектурные формы. В них нет ничего устрашающего. То есть если вы боитесь каких-то колбищенских духов, то, во-первых, вы можете всегда становиться спиной к джифу, главному божеству цемейни, тогда вы защищены. Вы можете ходить на кладбище или консультировать в дни или часы, когда джифу находится в вашем Дестини Пелос, в вашем доме жизни. И тогда вы достаточно защищены. Женщина лучше не ходить в критические дни на кладбище, особенно с целью проведения аудитов эншуй, потому что тогда цы очень инская, и вы не защищены. То есть, во-первых, бояться, кроме вот этих колбийских духов, которых тоже не нужно бояться, потому что духи питаются страхом. Они не любят юмора, они бегут от юмора как от огня. И во-вторых, если вы боитесь привидений на кладбище, почему вам не бояться привидений у себя дома или в гостинице? Там их полным-полно. Некоторые гостиницы, особенно старые, кишат привидениями в старых домах, в каких-то нежилых комнатах, обитают какие-то сущности. Вы же по той причине, что там, в сущности, не спите в парке на лавочке. Хотя в парке на лавочке тоже обитают сущности. Поэтому, мне кажется, это предубеждение, это некоторый недальновидный взгляд избегания фэншуй, иньских жилищ. Продолжение следует...